Продолжение следует... 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 По данным IPSS и урофлоуметрии. По истечению трех месяцев после проведенного лечения мы у всех пациентов отмечали выраженное снижение уровня ПСА крови с сохранением этой тенденции на протяжении всего наблюдения. И самое главное, что ни одного случая биохимического рецидива нами за время наблюдения отмечено не было. Также у данных пациентов мы не выявили каких-либо тяжелых нарушений мочеиспускания, а при этом со временем дезурические явления нивелировались и из умеренных переходили в группу легкой степени. В 8% случаев мы отмечали лучевой ректит, а в 9% лучевой цистит, но данные явления были купированы консервативно применением противовоспалительной терапии. Однако в раннем периоде нами был отмечен один случай острой задержки мочеиспускания, также купированный консервативно. И при всем при этом каких-либо поздних осложнений мы не отметили. Другой же хороший вид локального лучевого лечения – это брахиотерапия, которая позволяет нам подвести дозу непосредственно внутрь пораженного органа. И при низкомощностной брахиотерапии мы пожизненно устанавливаем лучевые источники в простату, чаще всего используется йод-125, а при высокомощностной брахиотерапии облучение простаты происходит временно при помощи источников эридия или кобальта. В 2022 году был достигнут консенсус по критериям отбора пациентов для проведения низкомощностной брахиотерапии, однако мы эти критерии используем и для отбора на стереотоксическую лучевую терапию. На данный метод лучевого лечения должны поступать пациенты группы низкого риска с удовлетворительным функционалом мочеиспускания по опросникам ИПСС и норофлоуметрии. При 15-летнем наблюдении за пациентами без биохимического рецидива отмечается 93% при 5-летнем и 87% при 7-летнем наблюдении, а при 15-летнем наблюдении данные соответствуют почти 86%. Но, однако, в принципе, не все так радужно, и до 22% случаев мы отмечали уструю задержку мочи после лечения, до 19% пациентов при этом не могли держать мочу. До 8,5% отмечались явления эректитов, а эректильная дисфункция возникала в литературных данных до 45% случаев. Также не стоит забывать о дислокации источников с соответствующей клинической картиной у пациентов. Но самое главное, что большинство из названных нежелательных явлений можно купировать консервативно, они не требуют каких-либо инвазивных вмешательств. В 2022 году, еще будучи в Нижегородском онкодиспансере, нами с коллегами был произведен анализ 98 случаев низкомощностной барахитерапии с использованием йода-125, которые были опубликованы в Павловском онкологическом вестнике, и в 12% случаев мы получили нежелательное явление. По структуре осложнений отмечались различного рода дезурические расстройства, а также острые задержки мочеиспускания, эректильная дисфункция и лучевой проктит. Все различные осложнения также мы купировали консервативно, исключив необходимость применения инвазивных вмешательств. При оценке же результатов качества мочеиспускания после проведенного лечения было отмечено, что незначительные и умеренные нарушения отмечались у большинства пациентов при достаточно высокой удовлетворенности к качествам жизни. Аналогичный анализ мы хотим провести в ближайшее время в Уфе. При прочих равных, исходя из всего вышесказанного, брахиотерапия имеет ряд преимуществ по отношению к низкомощностной брахиотерапии. В первую же очередь это устраняет лучевую нагрузку на окружающих пациентов людей, так и наших работников, которые непосредственно контактируют с источниками. Также отмечается возможная интеграция дистанционной лучевой терапии в лечении, которая может привести к сокращению общей продолжительности самого лечения и потенциально лучшему контролю за болезнью. После 10-летнего наблюдения в исследовании применения высокомощностной брахиотерапии и ДЛТ отмечено уменьшение риска развития отдаленных метастазов и местного рецидива. Что немаловажно, осложнения со стороны парикума кишки тоже снижались по сравнению с ДЛТ в монорежиме. Но есть ли возможность использовать только высокомощностную брахиотерапию без ДЛТ? И метаанализ 2021 года показывает очень хорошие результаты, что брахиотерапия в монорежиме позволяет добиться контроля почти у 98% пациентов группы низкого риска, при этом избегая высокой токсичности третьей степени среди мочеполовой и гастроинтестинальной систем. При такой эффективности высокомощностной брахиотерапии в литературе не было описано большого количества ранних осложнений и подтверждено снижение частоты осложнений со стороны ЖКТ и мочеполовой системы, несмотря на более высокие показатели острой задержки мочеиспускания. На данном слайде представлена укладка пациента для удобного проведения любого из методов брахиотерапии. В плане высокомощностной брахиотерапии всем пациентам под ультразвуковым контролем в предстательную железу устанавливаются иглопроводники, датчик обязательно должен быть двухзонный, и по данным ультразвуковой картины производится оконтуривание железа и окружающих критических структур, при этом в дальнейшем расчет проводимой дозы облучения и подключение игл к источнику облучения. У нас в клинике представлен саги нового. Возникает вопрос, какая же из методик брахиотерапии лучше, и в исследовании 2019 года было показано, что как таковых различий между двумя методами выявлено не было, однако важным пробелом в литературе являлось отсутствие исследований относительно экономической эффективности каждого из методов, и данный анализ позволит нам расставить все точки над «и» о целесообразности применения того или иного метода. В условиях башкирского онкодиспансера с апреля 2023 года нами начато проведение высокомощностной брахиотерапии. Критерии пациентов представлены на слайде, и всем пациентам данной группы был произведен один сеанс высокомощностной брахиотерапии источником кобальта с последующим подведением ДЛТ. После сеансов брахиотерапии у пациентов отмечались эпизоды макрогематурии в первые дни, которые оккупировались консервативно, и в течение следующих трех месяцев после лечения у всех пациентов отмечалось значимое снижение уровня ПСА с медианой 0,52 нанограмм на миллилитр. Однако был отмечен один случай острой задержки мочеиспускания через 7 дней после выписки из стационара, оккупированный у пациента установка катетера по месту жительства и проведением противовоспалительной терапии. Лучевых осложнений 3-4 степени у нами не отмечалось, однако отмечался один случай развития эректита у пациента, также оккупированный нами консервативно. Мы продолжаем копить опыт и наблюдать за нашими пациентами с целью оценки результатов проводимой нами работы. Кого же все-таки стоит брать, исходя из всего вышесказанного на данный метод лечения? Во-первых, это должны быть пациенты с локализованной формой ракопредстательной железы, группы низкого риска, но что самое главное, это должны быть пациенты с хорошими результатами качества самостоятельного мочеиспускания. Противопоказаниями к лечению могут являться признаки воспалительных явлений со стороны прямой кишки и простаты, признаки инфровизикулярной обструкции. Ну и недавний тур предстательной железы может также послужить проблемой в проведении лечения, хотя такие работы уже присутствуют, что это возможно. Исходя из всего мною вышесказанного, можно прийти к следующим выводам, что современные методы лучевого лечения предстательной железы низкого риска позволяют сохранить высокое качество жизни наших пациентов, обладая при этом высокой эффективностью и безопасностью. Необходим обязательно строгий подход к отбору наших больных с целью получения высоких функциональных и онкологических результатов. Ну, опять же, к сожалению, выбор того или иного метода лучевого лечения, в частности, зависит от материально-технического оснащения каждой отдельной клиники, взятой в стране. Я благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ